Я Георгий Черданцев и мой коллега Константин Генич. Манчестер Юнайта сегодня играет против Баруси Док. Очень хорошая игра у нас сегодня может получиться. Ничто этому не мешает. Манчестер Юнайта в следующем стартовом составе представлен на поле. Четыре игрока защиты обеспечивают сбалансированную линию оборота. Ну и понятно, что двое нападающих отвечают за колбас. Довольно рискованное построение выбрала команда на лягу. Главное не дать пакет. Вот не стоило вратаю до этого доводить. Очень грубо вратающийся в этом моменте, но сам же смог исправить свою ошибку. Да, молодец он сейчас, а если бы допустил ляп, то представляешь, что бы о нем говорили болельщиков. Ушел мяч на боковой, Манчестер Юнайта в прасаде. Интересно у нас сегодня вывезти. Есть пара звездных игроков. Игрок очищается крайне увлекательным. Верно? Посмотрим, эти ребята действительно сейчас в очень хорошей форме. И задача защитников и той, и другой команды постараться не дать им развернуться к царе и не сыграть результативно. Я думаю, нас с вами ждет очень хороший и качественный футбол сегодня. Продать, спасать своих мяч в игроках. Практически никаких усилий не пришлось предпринимать, чтобы перехватить эту передачу. Атака продолжится через флаг. Еще бы поточнее это исполнить. Мощно пробил он издали, но мяч прошел совсем не точно. Это был у нас с очень далекой дистанцией. Мяч пролетел выше нам. Красивый мог бы получиться гол, если бы взял чуть ниже. Очень серьезно ошибается врата, сейчас и вполне может кому-то поплатиться за это. Морося будет подавать угловой. Нарешивает Рафаэл Герайева. И мяч на тень. Не нападает он, блядь. Сука, конченые твари. Ну почему такие, блядь, конченые? Хуйня. Отличный набор мяча. Круг с этим, нахуй, поменять местами, блядь. С крестом. Ничего соперник не пришлось тут делать. Мяч сам к нему пришел. Попускается глубже в поисках мяча. Отдает он мяч партнеру. Нарез на ближнем. И мяч убротает. Без труда он его забирает. Из-за боковой фон Франчестер, внимательно, придет к мячу. Люк, шоу. Ширяне сейчас сыграет. Мяч на фланге. Почему они не нападают? Я не понимаю. Двигается с мячом вперед. Юна, это туповой зарабатывает. Идет мяч в штрафную. Медленно затухло, как вывлечено на берег. Рыба. Атака. Есть пространство. Есть варианты для развития контратаки. К сожалению, продолжение этой контратаки мы не увидим, потому что мячом уже завладил соперник. Тащит мяч, вперед он. И доходим от ума 100-30. А тут что? Гол! Гол! Я не знаю, что я сейчас занялся. Завладил форвард. Сейчас просто взял и съел за ним. Минимальное преимущество ответственность команды к этому моменту. Внимание Матич Хорошо Манчестер Юнайтед играет сейчас пас Уверенно собрал на перехвате и вернул мяч своей команде Потеряние мяч у соперника Мимо, но было бы опасно Да, чуть точнее и счет снова стал бы равным в этой игре А каждый мяч в степке гол получился бы красивым, но немного не повезло А вот так-то на самом деле был опасный, по кровавной траектории летел мяч Ты знаешь, что из-за строительства Олд Траффорд Манчестер Юнайтед стали называть денежными мешками Все из-за того, что изначальная смета стадиона в 60 тысяч фунтов постоянно увеличивалась И в итоге легендарный Джон Генри Дэвис, спасший клуб от партнерства, заплатил за Олд Траффорд 80 тысяч Ну, все, Мангурой Очень хорошо он играет сейчас пас команду защитит Ударный мяч попадает в обороняющегося игрока Идут они уверенно в атаку Фернандеш И меч на фронт отправляться Можно нарез сделать здесь Ну, не мать Они тупо не нападают, что я, блядь Спасать, блядь, как будто нахуй Нет, не дошел, это пас до адреса Пас на ход партнеру Парковый рейс Задача на дайдю штангу Высокий песен сейчас, и это приносит воды Бройс Центр штрафной продачи Ну, не знаю, на что он рассчитал Заканчивается первый тайм, 1-0 Первая половина матча завершилась И давайте взглянем на статистику Перевес по количеству ударов базовой команды При равном проценте владения мечом И при равном счете, как вы не увидите Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...